Библейский портал экзегет.ру представляет Мы поговорим сейчас о шестой главе Евангелия от Луки в рамках проекта, который представлен порталом экзегет.ру. Шестая глава начинается кратким упоминанием об исцелении, кратким упоминанием о том, как в субботний день, день, который должен быть посвящен молитве и покою, ученики Христа, проходя вместе с ним засеянными полями, обрывали колосья, потому что они были голодны и ели. И это стало причиной, ну или одной из многочисленных причин, претензий, которые Иисусу предъявляют самые разные люди в Израиле. В первую очередь фарисеи, хотя далекое не только недовольство тем, как он относится к субботе, в общем, довольно широко встречающаяся в Евангелии вещь. И вот евангелист Лука приводит лишь один из случаев. И, скорее всего, главным образом он это делает ради одной фразы Христа, который говорит «Сын человеческий есть и господин и субботы». Это довольно важное, на самом деле, заявление, потому что в контексте всех событий, в контексте того, что происходит вокруг Иисуса, это означает следующее. Для фарисеев, как и для большинства всерьез верующих людей в Израиле, того времени, суббота, ее соблюдение было знаком того, что завет Израиля с Богом еще существует, что этот завет не разрушен. Дело не только в том, что это заповедь Божья, но еще и знамение того завета, который был заключен народом Божьим с Богом на горе Синай. И вот, когда Иисус говорит о том, что «Сын человеческий есть господин и субботы», когда он в других ситуациях, где-нибудь в синагогах исцеляет в субботу и говорит о том, что это день, когда зла нельзя делать, а добро делать можно, тем самым он заявляет о себе, как о том, кто имеет право, если не вовсе менять, то, по крайней мере, модифицировать эту заповедь и знамение того завета, которому к данному моменту добрых полторы тысячи лет может быть изменено, потому что таково его решение. «Сын человеческий есть господин и субботы» – очень действительно важная вещь, потому что тем самым Иисус некоторым достаточно неявным, с одной стороны, но в то же время для его современников понятным образом свидетельствует о себе, как о том, через кого некоторая новая божественная реальность входит в этот мир, в эту жизнь. Вот, и он спрашивает, исцеляя Сухорукова в субботу, тоже в начале шестой главы, что должно делать в субботу, зачем дан этот праздник, зачем дана эта заповедь. И, помимо прочего, здесь есть еще один для учеников Христа очень важный момент, который заключается в том, что христианин не имеет права увиливать от вопроса о смысле. Если что-то делается, то мы не можем не задать себе вопрос, зачем, если мы что-то делаем. Вот Иисус говорит, хорошо, суббота, замечательно, заповедь, знак завета. Зачем? В чем суть? В чем смысл? Потому что по-человечески очень легко опереться на некоторые обычные вещи, только потому что они обычные. И, наверное, это легко, иногда очень помогает, облегчает жизнь и так далее. Но Иисус не дает своим ученикам такой возможности. Если говорить то же самое на современном языке, то следует сказать, что нельзя отключать голову. Надо думать, зачем, почему, вдумываться в смысл. Иначе это какое-то такое скольжение по поверхности, а не жизнь. Этому посвящено начало второй главы. А дальше, с 17 стиха, евангелист Лука приводит некоторые фрагменты проповедей Господа Иисуса, которые Матфей собирает все вместе в пятой и шестой главах, а Лука разделяет на две части, одну помещает ближе к началу, другую ближе к середине своего Евангелия. Собственно, это то, что у Матфея называется на горной проповеди, а у Луки по традиции получил название проповедь на месте равния. Хотя на самом деле ясно, что это слова, которые Господь говорил много раз, в самых разных обстоятельствах с теми или иными модификациями, и предание об этих проповедях Иисуса дошло в относительно большом числе разных вариантов. Тем не менее, суть и смысл содержания того, что мы видим в проповеди на месте равния, в частности, в шестой главе Евангелия от Луки, конечно, те же самые, хотя могут отличаться некоторые подробности. И здесь он помещает заповеди блаженства, хотя и не вполне идентичные по форме тому, что мы читаем у Матфея, но все-таки достаточно сходные по содержанию. Ну, заповеди блаженства – это текст комментировать как-то, который по деталям совершенно невозможно, это был бы чрезвычайно пространный разговор, каждый из них заслуживает отдельного серьезного изучения и обдумывания. Но вообще можно попробовать хотя бы для начала понять, о чем, собственно, речь, потому что слово «блаженство» в разных языках, разных культурных контекстах может означать вещи далеко не одинаковые. Что имеет в виду Христос? Что имеет в виду культурный контекст, в котором говорит Господь? Потому что он ведь выбирает слова и смыслы, которые хотя бы в какой-то степени могут быть понятны его слушателям. И здесь, мне кажется, довольно полезно вспомнить о том, что в ветхозаветном контексте, хотя состав в ветхозавет еще не канонизирован к тому моменту, когда говорит Господь, но ряд книг, в том числе книга «Экклезиаста», более или менее присутствуют в таком общем употреблении. Помимо прочего, «Экклезиаст» входит в круг синагогальных чтений, то есть это текст, который хотя бы с какой-то вероятностью большая часть слушателей Господа Иисуса знает и приблизительно, о чем там идет речь, представляет. И, собственно, «Экклезиаст» ведь это мыслитель, живший где-то примерно в минус четвертом веке, стал быть, лет за 400 с лишним до обсуждаемых событий. И вот «Экклезиаст» поставил себе задачу исследовать, где же в человеческой жизни вообще в этом мире может быть найдено что-то настоящее, подлинное и прекрасное. Как он пишет об этом своем научном исследовании, «Сие трудное занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». И, как, я думаю, все знаем, мы, даже те, кто не читали книгу, все равно слышали какие-то упоминания о том, что, собственно, ничего хорошего-то «Экклезиаст» и не находит. Он пишет о том, что все суета-сует и погоня за ветром. И все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения. И еще один важный для «Экклезиаста» момент, такая оппозитная пара, которую он пытается исследовать, он говорит о том, что существует в этой жизни нечто относительно хорошее, то, что лучше другого. И теоретически мыслимо можно себе представить некоторое абсолютное благо, которое мы можем искать, но «Экклезиаст» говорит о том, что найти его в этой жизни нельзя, его нет. Единственным источником абсолютного блага является сам Бог, и, собственно, только в нем можно было бы надеяться обрести это абсолютное благо. И хотя мы сотворены способными это бесконечное благо вместить, но нам негде его взять. Но нам негде его взять. И вот это противопоставление относительного и временного, и вечного, и абсолютного блага для «Экклезиаста» и культуры, в которой текст «Экклезиаста» существует, актуален, довольно важно. И когда Господь Иисус говорит о блаженстве, в заповедях блаженства в любой форме у Луки или у Матфея, в конце концов, видите, это своего рода отсылка на такой трагический вопрос «Экклезиаста». Иисус говорит своим ученикам, что в человеческой жизни блаженство есть, оно возможно, оно каким-то образом сокрыто в толще человеческой жизни. Это первое, само по себе это чрезвычайно утешительное утверждение. И второе, что говорит Господь, собственно, он объясняет ученикам, а где же это абсолютное благо, где же это присутствие Бога может быть в человеческой жизни, и где, наоборот, его нет, как это мы читаем в 6 главе Евангелия от Луки. И это тоже совершенно поразительные вещи, потому что он говорит о том, что блаженны те, у кого ничего нет, кто не считает себя обладателями каких-то богатств или достоинств, потому что зато у вас есть Царство Божье, потому что вы можете не цепляться ни за что. Блаженны те, кто ищут эту правду Царства, потому что они насытятся. Христос говорит о том, что блаженны вы, когда подвергаетесь неприязни и поношениям от людей из-за ваших отношений с Богом, из-за вашего отношения ко мне, потому что никто не изымет вас из руки моей. Вот эти в первом приближении, краткие поучения Христа, заповеди блаженства, они как раз свидетельствуют нам о том, что Бог вовсе не собирается прятаться от человека, но наоборот присутствует в человеческой жизни, и мы можем найти его, если только он становится действительно ценностью и предметом поиска номер один, если все остальное отодвигается на второй план. И вот Господь, продолжая это рассуждение, в Евангелии от Луки говорит наоборот, наоборот, если вы думаете, что у вас все схвачено, все развалится. Горе вам богатые, потому что уже получили свое утешение. Горе вам радующиеся, потому что вы не видите некоторую важную сторону жизни, где Бог солидарен с человеческим страданием и разделяет его. Вот в очень такой короткой, афористичной форме в заповедях блаженства, конечно, предлагается нам чрезвычайно глубокое и обширное содержание. И дальше, продолжая говорить о, рассказывая о Нагорной проповеди, Лука пишет о том, что Иисус предлагает слушателям, предлагает своим ученикам, а проповеди эти, из которых, собственно, составлены Нагорные проповеди, проповедь на месте равня, имели место где-то в первые годы полтора служения Господа Иисуса, то есть это, вероятнее всего, вторая половина 27-го, первая половина, или, может быть, весь 28-й год нашей эры. И вот в это время, когда вокруг Иисуса огромные толпы часто собираются, он обращается к ним, люди его слушают, вот он говорит им о том, а как реализовать то призвание Бога и то блаженство, к которому так, в общем, стремится человеческое сердце, как его реализовать, несмотря на все тяготы, сложности, объективные препятствия, которые в нашей жизни встречаются. И вот здесь, во-первых, обращает на себя внимание очень тоже важная и серьезная для Евангелия вещь, когда Господь говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. С одной стороны, это звучит почти как благородная банальность, потому что задолго до новозаветных событий огромное количество людей в самых разных культурах, от Конфуция до библейских пророков, от принца Гаутамы Будды до каких-нибудь зороастричских жрецов, говорили о том, что, конечно, не делай другому того, чего не хочешь себе. И все мы это знаем, да, ну, главным образом, в нашей культуре мы, конечно, знаем это из пяти княжей Моисеева. Тем не менее, сама по себе идея не делай другому того, чего не хочешь себе, почти стала привычной. Это не значит, что мы в состоянии исполнить такую заповедь, но, по крайней мере, мы ее понимаем и помним. Но Иисус, в общем, переворачивает все с ног на голову или с головы на ноги, потому что он предлагает, казалось бы, практически то же самое, но в совершенно другой, в активной форме. Он говорит не о том, что не следует делать гадости ближнему, чтобы не получить, как теперь это называется, обратку. Он говорит о некотором активном поведении, действии человека в жизни. Он говорит не о том, чего мы избегаем, а о том, что мы вносим в человеческую жизнь, в свою жизнь человечества вообще. Он предлагает нам делать так, как мы хотим, чтобы было в этом мире. Если мы, скажем, вдохновляемся законами Царства, законами Царства Небесного, то слова Христа побуждают нас уже сейчас, находясь в общем совсем другом месте, тем не менее поступать по этим законам. Это чрезвычайно важное и, как понятно, совершенно уникальное для Евангелия, вообще для культуры вещь, которая происходит исключительно от Господа Иисуса. И вот Господь развивает эту свою мысль, доводя ее в конкретных примерах до предельной степени понятности, говоря, что да, если вы делаете добро тем, кто вам приятен или делает вам добро, это хорошо, но это, в общем, более или менее доступно почти любому, хотя и это на самом деле не совсем так. Но он говорит, что для того, чтобы быть сынами Отца Небесного, у нас есть возможность, есть призвание давать взаймы, не ожидая обратно, любить врагов ваших и благотворить, не ожидая ничего. Вот вносить в эту жизнь, в свою и в жизнь, главное, окружающих людей некоторое благо, созидание и гармонию, не для того, чтобы получить в ответ какие-то бонусы, а потому, что так живет Царство Божье. Это на самом деле грандиозное призвание, грандиозное призвание, и далеко не всегда для нас это оказывается посильным и доступным, но вот воля Бога о нас, о том, каким может быть род человеческий, каким он призван быть, она именно такова. И дальше, в шестой главе, Господь говорит также ставшую в сущности стереотипной мысль, хорошо всем известную, не судите и не будете судимы, прощайте и будете прощены. И снова, как и в словах, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Господь говорит не столько о том, что прощение – это хорошо, и не судить, не осуждать – тоже хорошо. Он предлагает своим ученикам начать первыми, начать с себя. Если ты хочешь, чтобы в этом мире существовало, присутствовало и побеждало прощение, начинай с себя, начинай с себя, попытайся простить сам. Это удивительная тоже вещь, которая, как я уже сказал, совершенно уникальна в нашей культуре и берет начало именно здесь, в проповеди Господа Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok